Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю всякого блага, счастья, добра, любви, мира, терпения, кротости в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни ваши. После этого ролика ты не одинок, откройся миру и найдешь своих, и некоторые там из близких мне брать, сестер записали, такие тоже свои некоторые откровения, ну не откровения, а поделились своим прошлым тоже, что было, что пережили. И я хотел еще такое тоже, все-таки поделиться своими размышлениями, послушал я что-то, да, позвонили мне несколько людей, и плюс еще одно яркое событие в моей жизни произошло, Господь мне тоже, братца послал Олега, веб-дизайнера, программиста, или как угодно называть. Вот я хотел бы по порядку сейчас некоторые вещи сказать, ну во-первых, вот я послушал тоже, знаете, разные там свидетельства были у всех, путь своей жизни, начну вот с тех, ну в принципе всем мне, кто, я буду говорить о тех, кто мне близок, это мои братья и сестры во Христе, да. Я вот лишний раз, когда слушал их, утвердился в своем этом мировоззрении, я несколько сегодня таких тем подчеркну, первое, наверное, вот мне хотелось сказать, что, что не говори, вот я еще раз с той темы начну, вот это открыться миру, это в принципе очень важно, я сам лично, я говорю, никого не сужу, вот, поэтому. Я понимаю, могут быть обстоятельства мужья, жены, там, работа, да, то есть, я не знаю, да может быть страх жизни, даже страх смерти хотите, или я не знаю когда, и человек не открывается в какой-то причине, в какой-то стране, там еще что-то. Я лично никого не сужу, это дело лично, конечно, каждого, ну, во-первых, я говорю, тогда плакаться просто не надо, и, конечно, в идеале мы должны все-таки исповедовать свою жизнь в христианстве, иначе что-то за христиане, да, по поводу всех каких-то скорбей, страданий, что мы, вот, и, может быть, даже до лишения жизни, то есть, смерти или лишения жизни. Надо все-таки здесь быть более твердым, с упованием на Бога смотреть на эти вещи, иначе действительно непонятки руки каким-то, да, христиане, Бог все-таки тем, кто в его руки придаст свою жизнь, я не думаю, и не просто верю, я убежден, я знаю, Бог не оставит, да. А если придет твой час когда-то, в принципе, ну, что, пришел, значит, да. И вот тоже мне рассказывали, я хотел, знаете, какую тему затронуть, я сейчас для примера расскажу, вот у меня за время моего общения в интернете, у меня, вот, многие люди проходили наркоманию, такой, соответственно, тюрьмы, ну, все это связано с грабежами чуть ли не, с разбоями, я говорю, с наркоманией, наркоторговлей даже, да. У меня таких вот матерых за все время общения, в принципе, было три, я не знаю, кто из них меня слушает, сейчас, ну, в смысле, я знаю, что двое меня, наверное, слушают, я имена не буду называть, они меня знают о ком, я, наверное, говорю, я к ним, ко всем с любовью отношусь, более того, я говорю, мне даже жалко, что с одним, вот, мы сейчас не общаемся, ну, кто знает, у меня с ним было много бесед на канале, кто-то может догадаться, о ком речь. О тезке моем, да, то есть, причем они все из протестантской среды, оттуда вышли, там, покаялись, и вот, вот эти три человека, да, прошли, в принципе, один и тот же путь, там, я говорю, наркоманию, бандитизм, чуть ли не воры, или, там, авторитеты, блатные, я говорю, и в разных уровнях. И вы знаете, я говорю, вот, что самый первый тезка мой, Димка, да, я очень жалею, что мы расстались, и вот, я на опыте убеждаюсь, есть еще один и еще один, да, я говорю, не буду называть их имена, мало ли, может быть, они не хотят, чтобы вы это слышали, вот. Ну, я, я мог бы притчу рассказать, ну, я люблю делиться этим опытом, считаю, что каждый должен, потому что вот они, опять же, поделились, и мне это очень много дало, да. Они все покаялись, действительно, так скажем, в протестантских церквях, да, в этих общинах. Многие из них вот занимают, кто знает, особенно протестантские направления, вот этими реп-центрами и так далее. И вы знаете, я вот помню, ну, кто знает, я говорю, кто не знает, почему мы с моим тезкой, с Димкой расстались, да, так скажем, проволоченное сообщение. Ну, вот, потому что, когда я особенно рьяно, кто помнит уже и от протестантов, сначала я попытался тоже как-то с ними общаться, хотя знал все равно, я еще и когда с православием сталкивался, знал протестантское учение, еще потом уже попытался на опыте с ним познакомиться, кто знает, я и в баптистскую семинарию дистанционно поступил, обучался, я говорю, вот, общаться много стал, да, и вот живой пример, казалось бы, даже эти люди все исповедуют, не эти три, а вообще все протестанты, там еще кто-то, вроде как какую-то любовь, там, да, к человеку, что да, да, Бог есть любовь. Я вот убедился на своей жизни уже, почему так и проповедую, и многие говорят, что слово моя сила, да именно потому, что оно жизненное, все я прохожу всегда опытом, изведаю, только потом что-то пытаюсь говорить, да. И вот, вот с Димкой, мы же хорошо общались, мы же с ним ровесники, вот, я тоже, я, конечно, я, в принципе, ну, как из благополучной семьи, из нормальной обычной семьи, отец военный, папа не курит, не пьет, вот, всю жизнь нормальный образ жизни вел, мама такая же, да, вот, я не из какой-то элитной, не из, как-то, где люди искусства, там, да, нет, вообще классическая, обычная семья, я бы так назвал, да, вот, ну, сам я, конечно, вырос на улице, так как это говорят, да, вот, меня не коснулось ни наркомании, я не сидел, потому что меня от этого, действительно, сразу отталкивало, и нас же тоже пытались и старшее поколение окунуть в это, да, и просто, как говорится, эти соблазны были доступны, вырос я тоже, получается, в лихие 90-е, ну, я не в лихие 90-е, все-таки, неправильно было бы сказать, я в нулевые вырос, да, 98-й год, я только, 99-й, я школу заканчиваю, поступаю в институт, уже 90-е закончились, это мне 16 лет, я, конечно, не лихих 90-х сын, да, потому что мне тогда было, я говорю, 16, я это видел, так скажем, уже с 10 до 16, конечно, это уже все-таки ты юноша, ты соображаешь, все, видишь много, вот, ну, я-то дитя у нулевых, конечно, а вот уже 2000-е, это второй курс, естественно, 2000-2010, так назовем, это уже моя молодость, конечно, поэтому мои-то, конечно, нулевые, а не 90-е, ну, я слышал, видел это, да, понимал, конечно, плюс в нулевых, ты уже анализируешь прошлое, фильмы там, все это, история уже, это же уже история становится, прошлая десятилетка, конечно, понятно было, что там было, почему так было, как там было, и вот с Димкой, почему мы, допустим, порвали общение, ну, и вот, я сейчас на него, как бы, свалю, да, то есть, когда я стал, вот это вот, против уже всех протестантов, так скажем, протестантского учения, и не против людей, когда я стал эти ролики так прямо и называть, верующие бесы, хотя это не я так называю, апостол Иаков, и Лютер, вопреки вот именно учению евангельскому Иисуса Христа и здравому учению апостолов, которые последовали учению Иисуса Христа, свои догмы какие-то придумал, что человек спасается не делами, то, что человек спасается не делами, то есть, переходит из смерти в жизнь, когда слышит евангельскую весть, да, Бог с тебя ничего не требует, Бог тебе дает второй шанс, ничего с тебя не требует, и это да, но это только начало твоей жизни, а потом, человек, это его дела, вся твоя жизнь, что посеешь, то и пожнешь, посмертное бытие, послепокаянное бытие на этой земле, оно не черно-белое, мы дальше продолжаем что-то сеять и что-то сжать, поэтому, конечно же, ахинея, протестантизм, о спасении, поверье, там, это полная чушь, это здесь, когда тебе, когда ты слышишь евангельскую весть, слышишь голос Божий в сердце вам, или из уст какого-то человека, и ты каешься в прошлое своей жизни и пытаешься начать новую жизнь, да, и это дано тебе даром, Бог же не спрашивает, хотя, кто знает, переживаемый период покоения и грабли, Господь нас потом учит, помните, как Давид, он покаялся тут же, казалось бы, от слов Нафана, который обличил его в грехе против Урии и его жены, и что, Бог его простил, сказано, простил тут же, но воспитал, и воспитание было очень суровым и жестким, и мы проходим тоже, Бог нас простил, простил, а школу жизни, все, что мы сеяли, мы потом пожинаем, потом к нам так относятся, мы становимся овечками беззубыми и по полной программе потом получаем, да, так что я говорю, я вот на примере этих людей, особенно вот сейчас мне там Сашка-братец тоже свою историю опять рассказал, мы с ним когда-то по скайпу созвали, сейчас он в группе с нами в теле Христовом, тогда я помню, он мне все это так рассказывал, и вот он тоже записал ролик, вот, и, конечно, вот я ему благодарен, он опять записал, много я вот его слушал, полчаса ехал в машине нам рассказывал все это, сбросил в группу, вот, много опять у меня, он мне вот утвердил лишний раз, я ему благодарен за это, за рассказ своей истории, есть еще один, я не знаю, я говорю, я надеюсь, люди не обижаются, тем более я этих людей с любовью называю, даже имена, есть Алексей, я не знаю, он узнает себя, мы с ним в одноклассниках, он мне тоже звонил, мы познакомились, вот, я единственно, честно, я уже забыл, но, по-моему, он, я не помню, он наркоманию не проходил, но, по-моему, он был таким блатным, вообще, отсидел несколько раз, и я, конечно, для меня просто личные свидетельства очень чудные, да, я, допустим, свой путь прошел, я людей-то в настоящем не сужу уж, тем более за прошлое, я надеюсь, что они, говорю, не боятся, что я их там, тем более мужики, я думаю, не должны этого, Димку того же самого, я всегда жду, и, может быть, наше общение с ним не навсегда закончилось, хотя мы уже год или сколько, уже несколько, вернее, да какой год уже, я год только там проработал, уже года три с ним мы не общаемся практически, да, два вот или сколько, я уж не, ну, получается, ну, считать, два года, пусть год я это, сейчас полгода, еще полгода, два года мы с ним не общаемся, да, а я жалею об этом, я всех вас люблю, каждый человек, это золото, это драгоценность, это свой мир, свой космос, при всем том, что у нас у всех две руки, две ноги, казалось бы, земля круглая, и вчера, и завтра, и сегодня под небом все одно и то же, но это действительно удивительно, каждый человек это уникум, никто его не заменит, и он не заменит никого, и хоть их 100 миллиардов будет, и каждый, тебе с каждым хочется вот этот человек, вот это вот его личность, действительно, всегда тебя, ты видишь эту уникальность, и вот Сашка рассказал, да, тоже, я вот утвердился, ведь он тоже все это прошел, да, и вы знаете, я просто хочу между ними провести параллель, между Димой и Сашей, Леша, я сегодня не буду, и просто вот они у меня три такие матерые, вот, и для меня личность и действие очень интересно, как они тоже рассказывали, ну, как обычно, как к Богу пришел, куда-то в самую гущу вдохнулся, да, вот, я, допустим, нет, я рассказывал, мне ничего сверхплохого не было, да, в жизни, и вот Дима и Саша сейчас у меня, вот Дима от меня отвалился, Саша сейчас вот с нами даже в группе, я говорю, в теле, ведь одинаковая у них история, им помогли эти репцентры протестантские, да, и вот Дима мне что тогда рассказывал, никто это не знает, мы лично общались, но я хочу этим поделиться, я говорю, я его ни в коем случае не осуждаю, это его выбор, пожалуйста, я говорю, я надеюсь и верю, что мы с ним еще будем общаться, может, у него что-то изменится в жизни, у меня просто пока лично ничего не поменялось, я лишь, даже вот благодаря Саше опять, благодаря вчерашнему даже его ролику, который я послушал, я еще больше утверждаюсь в своей этой правоте, что именно так надо делать, поступать, и я хотел это рассказать для опыта других, я надеюсь, многие из этого вынесут пользу для себя, и кто-то освободится, и дальше пойдет в христианской жизни, вот почему мы с Димой расстались, он на самом деле все понимал, он сам вначале меня слушал, ему нравились мои записи, что я говорю, да, но вот он мне раз признался, я же понимаю, что корень в этом, не раз он так это говорил все время, да, они же его в принципе все равно спасли, они все рассказывают, что они туда по несколько раз ходили, даже чуть ли не в этих репцентрах начинали воровать и обратно кололись, у них история тоже у всех, у многих почти одинаковая, да, что все это было не с первого раза, освободил его на самом деле Бог, он мне свидетельствовал, рассказывал, как это было, что Санта Рецептер ему не помогал, а в один день, когда он замолился, и Бог ему, я говорю, не знаю, будет ли он когда-нибудь может слушать этот ролик, я говорю, я его точно так же, как и всех, очень сильно люблю, мне не хватает общения с каждым из вас, вот, но я, ну, Сократ друг, ну, истинно дороже, будем мы еще, я верю, что мы со всеми, всеми людьми, всеми миллиардами за всю историю человечества будем пить небесное вино с Творцом нашим и Создателем, Богом Иисусом Христом, я в это и верю, я в это знаю, на самом деле, да, от того такой счастливый хожу, да, и вот он рассказывал, что, конечно, его просто мучает, как говорится, совесть, что вот если он от них отречется, от всего вот этого, он тоже всем не рассказывал про этих пастыров, что они там, что у него часы только 30-50 тысяч, вы представляете, у пастора 350 тысяч часы стоит, все они это рассказывали, что это церковь, там полторы тысячи людей, где тысячи человек в один раз собирается, никто там, конечно, друг друга не знает, что это так больше организация с этими десятинами, хотя он не бедствовал, он говорит, я уже тоже перестал давать, стараюсь там помогать, а туда уже так, непонятно как, вот, хотя он как раз в плане финансов вроде как себя нормально стал чувствовать после изменения своей жизни, тогда наладилась вроде там жизнь у него, вот, и вот он тогда вот, у него даже не столько ко мне получается, ну, это ко мне, конечно, претензии, да, но вот он не мог сдержаться, мы с ним там один у скайпа в разговор был, мы, знаете, как будто два блатных на дороге встретились, мы там так с ним, ну, на повышенных голосах прямо в скайпе, он меня пытался прессовать, я говорю, слышь, ты кого прессуешь? Вот, я говорю, приезжай, можешь меня распять, я говорю, только не надо мне тут мозг выносить, у меня твердое убеждение, я говорю, я вас лично не обижаю, я говорю о лживости и извращенности учения, если ты к нему не относишься, тебе не будет это задевать, а если тебе это задевать, значит, ты относишься, если ты не считаешь это истиной, то тоже, пожалуйста, давай разойдемся, вольному воле, свободному свобода, я считаю это истиной, я не могу молчать, тебя, ты считаешь, что ты спасен по вере и в Царстве Небесном, пожалуйста, живи своей жизнью, Господь сказал, отрясите прах, я говорю, я даже говорю, не я на вас, вы на меня, отрясите прах, и вы, все, Бог вас не спросит за меня, я считаю, что я проповедую истину, и я тебе проповедую, я говорю, бери, сам проповедую, свою истину ты считаешь, борись со мной, как и Господь делал, как Господь с фарисеем боролся, что народ затыкал оскорблял их унижал до на понты и брал или чего он ничего не боялся да вот и вот пожалуйста вот сейчас сашка да брат быть один в один ситуация вот он рассказал опять напомнил мне хотели мы с ним просто но тоже созванивались мы с ним давно познакомились он давно меня смотрел потом и вот как-то последнее время верю мы совсем сблизились сейчас в группе с нами чему я очень рад ведь у него такая же история да он просто постарше димка потому что мы ровесники с дима саша постарше да он постарше конечно все это прошел ну вот он же отошел я скажу что это правильно он как какой-то но он отошел давно еще дом до меня даже в том-то и дело вот единственному было тяжело и кроме пера звонил все это это когда он увидел что он такой не один ему просто полегче стало рима и по skype несколько раз созвонились насколько я помню и потом он просто видим меня смотрел мы так может быть редко переписывали все что не помню почти не общались ну а сейчас вот я даже в одной группе вот ну тогда мы еще поговорили все стал ясно он уже говорил что он как бы его отовсюду там отлучили все я вам скажу что вы знаете вот два вопроса эти что православные там ты че тут этом это мы вам библию передавали там и хранили и вот когда вас частном случае спасает я вам честно скажу не ведитесь никогда на это если человек за свою любовь что-то от вас требует он никогда вас не любил действительно когда там православный типа мы там сейчас эта библия пожалуйста все манускрипты доступны переводов полно он сейчас мы читаем новый рус новый русский перевод есть и септуагинта египетская есть и все современные манускрипты пожалуйста уже давно через вас все это перевели еще за рубежа все это вообще-то пошло проще сказать тот самый лютер перевел ее на немецкий уже обошел вас вы истинную она сквозь пластилица просочиться вы ее не держите и и говорят такой вы знаете у меня к человеку мне хочется сказать слушай забери тогда свою библию если ты хочешь мне сделать рабом мне не нужна такая религия мне нужна такая даже вера если меня делаешь своим рабом или своего культа я я я разве господь сказал чтоб ты за это что-то требовал сказал даром получили это откровение ты истину освобождение отдайте другим я когда такое слышу есть там не один такой пастырь в интернете по папы в православии я прям меня аж трясет я смотрю господи какого ты духа если ты такой даже у тебя и слов вылетает что ты готов тыкать там протестантам даже вот в этом плане что типом это мы вот там библию типа передали вы нам типа должны чё-то поэтому наша церковь там истина это полная хинея да вы с католиками с православными разделились пополам ну и что тысячу век вы одна была потом разделились чья из вас библия католиков или протестантов причем католики на римском еще читали с третьего века а вы читали на греческом с третьего если вы там себя византии относите и что чья она какая хинея думаю и какого духа исполнен этот человек я игру мне никакого нету чувства что я ему что-то должен бог вот мне тем более явился кто знает я не хинят бумажки уверовал не бог сказал купить бумажку это огромная разница я знаю я благодаря этому случаю понимаю что бог мне мог вообще светом истины как апостола павла просвещать и любого человека как оказалось написано в евангелии бог просвещает каждого человека приводимого им в мир ибо бог его приводит уж прекрасно знает как человека сделать своим сыном не по названию а под поистине по сущности как довести нас всех и тысячи лет не было евангелия на земле и ничего жили люди и сейчас не все его знают да если вы такое слышите ягра отойдите от этих людей передали они это этот лишь человек так думать другие так не думают вы ничего не нужны и не через них бы бог бы по-другому бы сделал вы вспомните как говорил господь если кам если мы умолним камни возопьют очень очень мудрая глубокая и важная мысль господа нашего и бога иисуса христа я когда такой слышу игру меня сразу от этого человека подальше надо держаться вот тоже самое с димкой тогда я вам пытался объяснить мы так говорили я аккуратно в этом плане с ним хотя мы откровенно вообще общались но я понял что кит темы более такие щепетильные тонкие я им укрыл дим ну ну что ну помогли они тебе если у них любовь к тебе было если они делали из любви к тебе причем не к богу а к тебе как человеку познав что бог есть любовь и что какая любовь у бога к нам такая должна в нас прибывать кому-то к объектам любви то ты ничего не должен тем более он не сам же свидетельство знаете я так все время размышлял об этом я груди мог ведь ты же сам не рассказываешь как ты взмолился и бог тебя за за секунду освободил он рассказывал там у нереальная ломка опять было хотя он в реп-центре и все он и он уже понимал что уже десятый раз в этом реп-центре он просто взмолился искренне один раз захотел в жизни все могут у него там физическое очень плохое было состояние играть два часа меня как будто на руках кто-то носил бог и все он с утра проснулся другим оператор не спал уже неделю от и все что-то он такой уж не помню всего конечно я вот так приблизительно ну почти точно да не помню два часа ли он сказал или ведь как уснул на два часа на всю ночь уснула и все и все изменилось его жизнь так значит бог тебя мог это сделать и без них даже если вообще никакого христианства не было живой бог который творит с неба земли который духом святым энергии жизни в каждом счете ты бы когда забитый наркоман валялся день в подворотне ты обратишься и бог явится тебе и освободит тебя он любящий наш родитель творец создатель он нам и мать отец и брат и сестра и жених и муж и все на свете и друг и брат и сестра все бог для нас ну вот не понял он тогда это я жалею об этом но я понял что и об этом нельзя не говорить он просто не понял завтра поймет но это истина я считаю что он поступил не поистине грубо говоря даже разрывая со мной грубо говоря потому что не в этом и грубо говоря он же меня еще пытался приткнуть заткнуть ты не со мной борешься как я считаю с богом я говорю истину надо любить человека если игры и они даже всему этому способствовали это ты ничего не должен любовь ничего не требует взамен любовь бескорыстно в принципе если там есть корысть это не былом дело любви это все что угодно в долг займы в рабство тебе выгода это не любовь любовь равно без корысти и вот и все и вот сашка пусть он постарше пусть он все это может быть прошел димка может сейчас там отвалится от этого всего я его послушал убедился он спокойно отошел на другие уровни вообще взошел вместе со мной из поведу что бог абсолютная любовь я с ним хотите мы вместе а то я к вот я над ним в этом плане возвышаюсь да нет мы вместе исповедуешь что бог есть любовь он он так же как и я или веру мы вместе это не люди вообще родные которые исповедуешь всеобщее покаяние а бог есть любовь всеобщее покаяние это все одно и то же одни и те же слова одни и те же слова все сказать что бог есть любовь что все когда-нибудь покаяться я имею ввиду одно и то же что бог никого в альду не запирает люди сами там сидят до тех пор пока не хотят выйти но опять же бывает это просто не очень легко бог всегда проведет человека школы жизни это да оттуда выходить угол господь сказал пока не отдашь до последнего кондранта расплачиваться придется но выйти выйдешь в свое время вот это очень важно и вы знаете сколько раз мне когда такое говорили игру слушайте родные вот история идет своим чередом я много раз вы знаете теперь особенно тоже частенько размышляю на этой темы свободы бессмертия вот этих анти доме да я груз откуда ты знаешь как шла бы история если было что-то по-другому вот не стала бы церковь государственной религии в третьем веке и что она бы как-то по-другому дошла какая разница какое-то название православное хранили ее люди и кстати в том же самое понятно ортодоксии протестантизме есть и плохие хорошие поэтому я говорю всегда об учении и даже если называют такими именами как православные католики делаю то же самое что дел иисус он говорил фарисеи книжники уже говорил это первосвященники священники законники и говорил почему они что делают плохо он не прошли просто плохие или все просто вот все г как любят говорить все клубом плохо я же так не говорю когда у меня там они тоже хорошие дела делать игры хорошо что делает а больше почему не расти дальше нужно расти мы призваны к совершенству чего-то и напиток сам протестантизме исповедует православие какое там совершенство они горит ты будь ниже плинтуса уровень 0 ты даже его никогда не достигнешь ты ты грешник грехам которого нету числа как песку морскому и приводит святых отцов господи дару не зреть и мое прегрешение я к числом песка морского вот их не уровень одни там они даже не то что и проповедует а она ли мечтать ты грешник ты грешник каждое твое помышление это грех хотя помыслы это вообще не грех дух всех плоть всегда будет противиться духу это всегда вопрос будешь ли ты господствовать над этим или нет влечение твоего тела мысли которые зарождаем а возможно так как мы пока не видим духовный мир тут шепчет сидит это еще нет это не грехи твои воплощение и твои желания если ты этого тоже вас желал а если ты это отверг неважно в твоей она плоти зародилась до извне пришла если ты отвергаешь грех ты господствуешь над них господь сказал то делать адаму господь это сказал делать каину это не грех господь не сказал не прикасаться к древу познания добра и зла это его израть и извратила заповедь губу бога бог сказал адаму сливой не вкушать зла не делать его а то что в человеке бог свободен бог может сотворить зло но он его никогда не творит он не вкушает его она в нем всегда есть он его прикасается мы знаем что такое зла многие соприкоснулись я думаю что за все наши жизни мы со всеми грехами соприкоснулись каким только можно было это я в этой жизни не был наркоманом там может не отсидел значит других своих жизней было тоже я в этой жизни уже был от этого очень вот так вот прям я когда видел все это когда нас пытались тоже затаскивать старшее поколение соблазнять там на это я уже все сидела к этому отвращение ко всему к преступлением каким-то серьезным к насилию к наркомании даже к тому же сам алкоголизму как он до выпивали там но все не в здравых надо перебарщивали в юности вот но всегда до адеквата плюс я же к этому организм господь дал природу что я никогда мне там голову не сносил от этого поэтому все позволили да вот я поэтому хотел такие вещи сказать вот на таком примере хочу сказать что я говорю не бойтесь никогда вы вырастите выше вырастите христианин это тот кто вырос тот кто познал что бог есть что бог тут все три слова важно что бог а значит мы на него уповаем все полностью власть он бог богов он творец неба и земли и всем управляет несмотря на то что человек обладает свободой воли все в руке его эти это непознаваемая антиномия он есть просто есть истина на просто есть и не надо не доказывать ничего то что я вам говорю мне никакие доказательства нужны вы знаете это в своем сердце вот и все я лишь стучу по окаменелым и наоборот поливаю плодородные сердца вот и все он любовь он есть и он живой он видим и его можно осязать щупать слышать прикасаться к ним все можно это иисус христос он был на этой земле чтобы дать нам пример образец в себе жизни и мы с ним будем во веки вечные когда дорастем до возраста совершенного внутреннего человека и вы никогда этого не познать если вы будете находиться в системах иисус это свобода он освободил человека только в свободе вы это увидите в своей свободе в свободе окружающих вас людей неважно христиане они или нет и эту же тему я не хочу отдельный ролик записывать сейчас хочу еще несколько сказать я хотел сказать вы знаете вот я говорю я вроде жалюсь а в то же время я могу вам сказать что я все равно я идеалист я оптимистка особенно когда покаялась раньше не таким был я много раз рассказывал не думать что такой был всегда именно истина меня сделала свободно изменила которая есть бог любовь вы знаете сказал христианин вот я раньше думал почему тоже такое разочарование было от так скажем от христиан не от христиан с медучения иисуса христа нет евангелия и от самого иисуса христа не от бога и и что плотя именно от христиан таких так называемых вот именно ты видишь иисуса и не видишь его соответствие я всегда говорю вы знаете вот действительно должны так светить в мире сказал христианин ты кому-то просто ты на работу устроился на новый может речь зашла или еще как-то или ты сам сказал тебя спросили чуть не куришь или еще что-то там не куришь или что-то там с нами неважно что ты рубашку рвешь заходишь на в первый день я христианин я православный там нет на лбу написано вот неважно может и случай может и конечно благовествовать начинаешь вот ты рот открыл сказал христианин сказал святой мы все погрешаем мы можем разгневаться тут же просить надо прощать тут же заглаживать свой грех не к папу бежать не к пастыря них дома на коленях стоять у бога вымаливать исправить свой грех и надо понимать сказал христианин это значит ты никогда не обманешь этого человека ты никогда не подведешь ну форс-мажоры и всякое бывает я не об этом я имею ввиду знаете с чуть ли не специаль или халатное отношение действительно такая знать там пообещал что ты не при не встретился нет может быть форс-мажор ты может быть даже забыл ты просто позвонил извинился человек слушай я забыл правда забыл забыл прости пожалуйста то есть все может быть но это человек который искренне стремится к святости ты все делаешь все что в мире считается тоже нормальным и святостью хорошим человеком только никто так не живет вот христиане должны так жить вы знаете я действительно вначале у меня такой был я думаю слушай вот он сказал как хорошо жить то вот и правда приехал в любой город правда встал с табличкой я христианин и к тебе тут же там мне негде переночевать я христианин и стоишь с табличкой как в древние времена в город приходили мы с вами ветхий завет кто со мной читает на канале садились посреди города на центральной площади всегда это было сразу было видно что путник кого кто-нибудь приглашал к себе домой и мне казалось что ты вот так выйдешь с табличкой я христианин что просто что знать не в языческий грубо рядом войти а у своих переночевать тебя с руками от дерут лишь бы лишь бы тебя у гостеприимства те оказать да и что это еще не просто тебя накормит на поюту издаст до дадут все потребно для тела вы еще для души получите удовольствие по назидаетесь пославите господа порадуетесь пообщаетесь почитаете поговорить им да какое счастье и ты может в ответ что-то для тела может и бог тебя послал ты какую-то имеешь дар то же сам компьютер может ремонтировать а у них там компьютер ты их отблагодаришь еще еще и расплатишься как говорится они тебе благо ты им они тебе по назидание что-то поговорили ты им вы вообще все вот она вы знаете оказалось конечно в жизни не так но не на сто процентов и вот я сегодня хочу ролик все-таки позитиву тоже посвятить про негатива хватает много конечно христиан так назовем отмороженных полностью ягра держим их бесноватых какое хотите слов не зря его называют их верующим весом на устах господь сказал может ищите мне сердце же вообще в другой стороне от бога и без и веруют это ничего не значит но я могу сказать вам что вот именно если вы откроетесь будете искать действительно только вы будете сами честно сейчас тем более есть интернет есть все средства игру найдите среди своих среди других где угодно сами можете эти группы какие-то организовывать всем одно прежде над самому открыться вот я такой-то да кто тебе узнает ты закрыт тот закрыт и вот так все закрыты как вокруг кого-то будет собираться где это настоящая церковь где это настоящее собрание ну а кто сам так живет и вокруг себя таких естественно под как господь сказал под крыльями или под ветвями там смоковница и орел это всегда символ какого-то лидера грубо говоря что под его крыльями или в его ветвях будут собираться птицы небесные дали птенцы где такие причем не под одним должно вот я говорю я не у меня нет мечты какой-то мега церкви да мне достаточно для личного общения или вот в живую да мне бы и двух-трех хватило и в интернете тоже на всех времени хватит и огромная мечта увидеть как действительно люди вот светят сами проповедует сами благовествует сами учительствует сами размышляют сами находят себе действительно по духу одинаковых тоже я кого-то могу чисто по темпераменту не устраивать внешность еще что-то но мы действительно так понимаем что мы христиане любим друг друга где-то всегда встретимся пообщаемся вопрос поздать но близко общению те же разные друзья с кем ты какие-то интересы еще общие да и так далее и вот я вам скажу что все-таки есть такие я говорю я встречаю таких больше и больше я поняла что этот человек сказал вот все и я вижу душу этого человека он святой грубой а он может помыть и погрешаем я вам тогда нельзя ролик записывал не придавайте малому значению творить тому что мы не творим зло евро или действительно всегда раскаемся в своем грехе что вот мы действительно что-то совершили те даже вот ты погрешил про шаг куть искал слушал ты вчера подвел меня прости я там случайно специально там ну какая ситуация смотрю это неважно почему это не отмаз специально и случайно ты там нужно из поневедению или понебрежность какой-то да там что-то сделано так то есть ты с разкаешься всяко всегда норм абсолютность пройти простит но так грубо говоря это действительно ты знаешь вот сказал христианин Это вот такая разноцветная одежда, как и у Иосифа. Это все добродетели. Человек терпеливый, он никогда тебя не осудит. Он не будет за любовь твою требовать, опорабощать тебе. Вот нас в группе в Телеграме. Я там не лидер, там все одинаковые. Абсолютно все. Там никто никому не выносит мозг. Там никто никого из этой группы даже не выгоняет. Конечно, туда не все приглашаются. Вы вспомните, как была первая церковь. К ним пристать было практически невозможно. Они проповедовали, оказывали любовь. На прощальных ужинах кормили там и нищих, даже приглашали их к себе. Но были узкие кружки все-таки. И вот у нас то же самое. И вот сколько единственное было, кто-то уходит. У нас всегда уходили сами. И это я считаю правильным. Не нравится тебе, ты сам уйди. Тебе же не нравится. У нас уже по несколько раз кто-то удалялся. И причем не с какой-то злобы внутренне что-то теребило. Кто-то хотел побоить один. Мы никогда не проклинали, я говорю, потому что любим. И никогда не держали, потому что ценим свободу. Я бы сам был момент, когда вот я тогда год назад уехал. Полтора года уже назад на год-то уехал. Я бы сам, может, ушел бы с этой группы. Я ее создал в Телеграме чисто технически, так скажем. Я не мог из нее выйти. Если я из нее выхожу, она удаляется автоматически. Оттуда половина разошлось, так скажем. А не все девчата вышли. И я думаю, ну, мы вроде и общаться так перестали. Под утихло. Но и не выходит. Я думаю, нет, все. Уйду исток последним. Закрой группу, думаю. Пусть пока повисит. И так, и сейчас она опять, как, знаете, заново. Как зима, лето, весна и опять родилась. Вот. Расцвела. Так что... Ну, и правда, нет. На самом деле, мы там не теряли ни общения, ничего. Ну, некоторые, да. И вот кто-то уходил, кто-то ушел. Скажем, навсегда. И то, я мечтаю, что они вернутся. А когда туда-сюда бегали. Я помню, знаете, я рассказывал братьям и сестрам свои чувства. Вы знаете, первый раз аж прям порезал. Знаете, как будто родной от сердца отрезал. Ушел, дверь и хлопнул. Второй раз, так уже. А потом уже по несколько раз. Я говорю, кто-то чуть ли не по пять раз уж туда-сюда. И знаете, я сказал, я говорю, я даже за собой наблюдал. Удивительное чувство. У меня ни злобы нет. Ничего. Наоборот, у меня каждый раз, наоборот, любовь, когда он возвращается. У меня не было злобы, какой-то обиды, ненависти, когда они уходили. И наоборот, у меня каждый раз какая-то новая любовь к нему еще больше, когда он возвращался. Никто, ни там никакие непрощения, ничего. Ну, мы там тоже перебор иногда кто-то что-то просит. Но так я имею в виду. Мы не позволяем друг другу стоять на коленях друг перед другом. Все у нас в любви, в равенстве, в абсолютном. И такое есть. Я говорю, это в группе. Есть у меня такое еще в личном, с некоторыми. Человек даже 20, наверное, наберется. Просто кто-то тоже там. Мы редко общаемся. Но я знаю, и слушают меня там постоянно. Или даже уже не слушают, но всегда пишут. Говорят, я тебя всегда помню. Ты в моем сердце. Вот удивительно. Хотя мог меня там даже не слышать. Не смотреть там мой канал. Ну, когда-то вот там, может, посмотрев, поддерживают общение. Сейчас хочу тоже сказать. Вот Господь мне послал брата в Исхристе на пути моей жизни с сайта. Мы сейчас скоро увидите плоды нашего трудов. Я же все там самоучка делал. Там беда у меня была. И вот Господь по моим... Я не молился, не просил. Я сейчас, я уже говорил, я вообще перестал молиться. Господь знает желание моего сердца. И Господь мне послал брата. И мы теперь вместе трудимся одним сердцем, одним помыслами одного сердца. Действительно, уже много сделали. Там все у нас двигается. Вот есть же так. И причем я говорю, дело не в том, что он... Я же тут бы я мог... У меня слов не хватит его нахваливать, да. Все его вот эти добродетели, его вот эту упертость, твердость, аккуратность, вот эта дотошность, терпеливость, да. Мне там не нравится что-то, мне тяжело это, я не понимаю. Он не проблема, берем, переделываем еще раз, еще раз. Вот. Это вот действительно здорово, да. И помимо, я говорю, и технически мы сошлись. Хотя у нас, кстати, я говорю, с Олегом далеко не много общих тем, только не знаю. И он меня далеко не всегда там слушает и знает мое мировоззрение, я о нем еще не так много знаю. Но вот он тоже исповедует этот принцип любви, и мы на нем стоим. Мы на нем как бы и сошлись. Вот. И все равно, вы знаете, я говорю, все равно я говорю, я встречаю именно таких людей, что вот он говорит о себе, я христианин. И, ну пусть вначале я лишь верю в это и доверяю. У меня принцип был даже до покаяния. Поверить сначала человеку. Потому что как я могу, вот это, как говорится, опаской, ну какой у меня повод с опаской? А как ты найдешь своих, если ты заранее человеку же блог? Почему мы ждем от кого-то первого шага? Вот пусть он себя покажет, а я откроюсь. А почему он? А он от тебя ждет. И так мы вот так и живем. Да ты первый откройся. Ну пусть я плюнул в душу. Ну этот я плюнул, а другой тоже открылся. В этом плане не надо бояться. От вас ничего не убудет, я говорю. Кто плюет в душу, он же себе плюет. Мы же прекрасно знаем закон бумеранга. Все это обратно против ветра ему в лицо летит. Поэтому никогда не бойтесь зла. Зло, оно не прилипает, оно вам ничего не сделает. Открытость, да. Я вот лично убеждаюсь, что такие люди есть. Люди есть с пониманием этого, живущие так. Сказал христианин, все. Это много значит. Это настолько ценное, да, имя. Это настолько звание, которым мы призваны, да, как его апостол писали, и должны ему соответствовать. Мне хочется, чтобы никто вот этим не раскидывался, этим драгоценностью, этим сокровищем. Тебя должны люди узнавать не по твоим, я говорю, этим верам, культам, храмам, православием Бога. Иисус нам открылся не своим прославлением к Богу, а любовью к человеку. Вот это важно. Светить именно делами любви. Назвался христианином, святи, яви эту любовь. Тогда светит свет ваш перед людьми, Господь говорил. Что это за свет? Чтобы они видели ваши добрые дела. Этот свет, это добро. Доброе дело причем. Не просто, я добрый, я добрый. Что не попросишь, что не скажешь, да, или что не против скажешь, и все, и узнаешь, какой он свет и добро. Нет, именно светом добрых дел мы должны людям свидетельствовать об истине, которой есть Бог, любовь. И они, видя это на себе, причем, а видя что значит? Испытав, ты же к нему это доброе дело. Это так, и сужу образами, говорит, когда про свет. Понятно, что они его вкушают, эти ваши добрые дела, то есть плоды. Укрываются под ветвями, в ветвях вашего дерева, под крыльями ваши, как птицы. И прославляли Отца Небесного. Они должны прославлять. А не мы там, по нигирикаме упиваться, собираться по домам. Это, конечно, наше личное счастье, да. Но внешним людям не это нужно. И внутренним, кстати, то же самое. Это не совместное прославление Бога. Ай, давайте хвалить Господа. Сошлись. И вот хвалят, хвалят целыми днями Бога. Что от этого? А чуть что действительно коснись, я говорю, даже вот казалось бы, в маленьких узких собраниях, где чуть ли все друг друга, правда, так как бы по названию считают, не друг друга, близкими, братьями, членами семьи, одной, да, телом, членами тела Христова. Ну, это только до первой какой-нибудь скорби или радости. Мы и радоваться с радующими не умеем. Мы обзавидуемся, все локти себе с ногтями сожрем, даже на словах не порадуемся. Я уже говорю, что действительно еще пахаем, еще позавидуем, плюс все это в голос во весь. Мы не умеем ни радоваться с радующимися, ни плакать с плачущими. Этому надо научиться. Идите, Господь сказал, научитесь, милости хочу, а не жертвы. Все эти жертвы Богу не нужны. Ему нужна одна жертва. Это любовь к человеку. Потому что он в каждом человеке. Он творец неба и земли. Все, что мы видим, им создано. Любовь ко всему этому и есть любовь к тому, кто это все создал. Вот такой у меня сегодня ролик. В принципе, две темы я как себя затронул. Это свобода и любви. Бессмертие, оно просто есть семьи. Не бойтесь свободы. Вы никогда не вырастите. Сам принцип, как вы вырастите или уйдете, как угодно. Вы знаете, прекрасно, куча жизненных есть ситуаций, когда там, кто знает, японкам там в колоду ноги забивают, чтобы не росли. Типа маленький размер, круто. Детей были случаи, кто смотрел всякие передачи, мог человека там в какой-нибудь хруп, чуть ли не положить. Человек становится уродом. Кто знает, эти эксперименты с животными, с блохами там, что их в банку засунут, они потом так и прыгают до этой крышки. Даже когда ты крышку открываешь, они уже вышли и прыгают. Только в свободе, потому что Бог есть свобода, вы познаете истину. Любовь, свобода и бессмертие, это три сущности, они в принципе нераздельные, просто нераздельные, одна без другой. Ты познавай одну в совершенстве, познаешь другую. Любой культ скует твою свободу, даже свободу любви, дел любви. Что-нибудь тебе пастырь скажет, этого не делай, это делай. Вы помните, как во втором послании апостол Иоанн возмущается, что некий диатреф, пресс-витер церкви запрещает братьям других принимать, сам этого не делает и другим запрещает, даже Иоанна Богослова. Это вообще пипец. Это ранняя христианская церковь. Вот вам, пожалуйста. Кто этого диатрефа поставил? А может, апостол Павел? Или Петр? А до чего он докатился? Вот так вот. Сам не любит никого и другим запрещает любить. Вы никогда не вырастите и не познайте совершенство, Бога, истину, если вы будете рабами. Никому не делайтесь никогда никакими рабами, ни культом, ни людям. Чем бы вас не шантажировали? Я говорю, даже делом любви, который вам оказали. Мне вот помогали, когда я вам рассказывал деньгами тоже, тогда сборы, я это делал, даже для себя, там, на компьютер. Я говорил, кто, я знал этих людей, потому что это крупные суммы, они мне там исписались потом. Я говорю, слушай, только ты не вздумай потом мне сказать, что я вот что-то там проповедую не то и должен говорить то, что ты. Да, или еще там, с домом, я помню. Я вам рассказывал, что люди мне, конечно, здравые, вроде писали. Это все от чистого сердца, естественно, понятно. Но такое может быть. Поэтому ни в коем случае такой истин дороже. Да лучше есть г на помойке, чем вот продать истину, предать истину. Нет. В чем, конечно, понятно, у каждого истина своя, об этом я тоже всегда говорю, вы знаете. В чем, Павел говорил, конечно, мы все разного возраста, уровня, до чего ты дорос, та истина, которая у тебя открыта, в ней живи, не вздумай ее предать. Ну, а истина, она в принципе неизменна. Ее надо когда-нибудь принять просто вот и все. Нужна смелость, конечно, воля, как это говорят, любовь, свобода и бессмертие. И надо идти по этой дорожке, не надо думать. Я говорю, ну, конечно, не надо, не надо. Я виню и протестантский бред в этом, и их неучение. Но это и люди сами себе, это могут быть одиночки такие. Они же убивают, чем я говорю, черно-белым спасением и посмертным бытием. А это не так. Человек стремится к совершенному. Почему? Иисус сказал, ну, Иисус сказал, ну, это его заповедь, а его заповедь, они все просто истины, они просто есть. Любовь просто есть. То же самое свобода. Человек просто ей обладает. Мы лишь находим в себе смелость или нет. Ну, ладно, все, не буду затягивать. Обо всем с вами поговорили, и о любви, обо всем. Всех, кто когда-то на моем пути являлся, я на самом деле всеми, действительно, вами очень дорожу. Вот. Всех очень люблю, всех очень рад видеть в своем окружении, иметь с вами общение. Так что, пишите, не стесняйтесь, звоните, я всегда очень рад вам. На сегодня все, поговорили обо всем, уже о любви, мне уже особо прибавить нечем. Кому полезны отрадно-назидательные мои ролики, мои родные, любимые, вы все знаете, что делать. По-братски всех обнял, поцеловал. Пока-пока. Всех вместе и каждого по отдельности. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok